Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами Снойя, Даналия, и сегодня у нас очередная видеопокупочка лошади на аккаунт подписчика. Узнаем, что же это за персонаж, какие лошадки у него есть на конюшне и какая лошадь будет у него новым другом. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Виктория Ghost Hunter! Такой вот интересный персонаж сегодня у нас станет обладателем новой лошадки, лично от меня. Ну а сейчас давайте же узнаем, что у него в конюшне, какие лошади. Персонаж живет в Вейлдоле, но мне все равно очень интересно с ним познакомиться. Выглядит он очень даже очень необычно, круто сочетается с Изабелловым голландцем. И, кстати, вот этот комплект персиковый ему очень-очень хорошо подходит. Ну что ж, давайте же познакомимся с Викторией. Виктория с детства занималась конным спортом. Она очень любила лошадей и, видя, как Виктория интересуется ими, родители задумались о покупке лошади для своей дочери. Так и появилась первая лошадь девочки, Юрвикская чистокровная по имени Ночная Тайна. Когда Виктория исполнилась 17 лет, родители подарили вторую лошадь, английскую чистокровную по имени Желанной. Спустя один год, занимаясь Желаном, девушка упала с лошади, получила серьезную травму и не могла долгое время заниматься конным спортом. Данная ситуация сломала Викторию. Она не хотела приходить в конюшню, старалась как можно реже приходить в это место. Все это продолжалось год, пока девушка полностью не выздоровела. Весь этот год за ее лошадьми ухаживали ее родители. С того момента прошло 5 лет, а Виктория вспоминает тот год с ужасом на лице. Сейчас она продолжает свою конную карьеру, стала тренером по выездке и радуется жизни. Вот такая вот интересная история очень неожиданного события, долгого перерыва и все-таки возвращения в родные конные обители. Итак, что же у нее есть в конюшне? У Виктории у нас есть, наверное, целиком 3 страницы, среди которых большое разнообразие мастей. Опять же, некий баланс. Но, кстати, я сейчас всматриваюсь и понимаю, что такое чувство, что больше всего у нее вороных или же гнедых. Наверное, даже 1-1. И вороных, и гнедых. В общем, темных лошадок у нее преобладает намного больше, чем светлых. Ну что ж, это очень-очень интересно. Давайте ассортируем по породам и быстренько посмотрим. Пейнтхорсы, Квотер, Рапчики, Аполлузы есть. У нее сколько? Раз, два, три, четыре Орденса. Потом есть Бельгиец, Голландец, Поняшки, Англичане. Ну, кстати, большой выбор лошади. У нее 4 фриза третьего поколения. А вот еще есть один Бельгиец, All In. Так, дальше, дальше копаем все глубже. Смотрим, смотрим, смотрим. Ну, а теперь настало время посидеть и подумать, каких же лошадей можно выбрать для покупки данному персонажу. Потому что пока что у меня нет никаких идей. Надо как-то более глубже всмотреться ей в глаза. Ну, а прежде чем прийти к покупке, давайте же узнаем, какие требования у нас к лошадке. Именно на английском языке третьего поколения. Лошадку можно покупать абсолютно любую, кроме Поняхи. Ограничений на покупку нет. Даже кучеряхи и более старой версии лошадей третьего поколения. Амуницию покупать с недоустком не обязательно. С трижкой любая. Но, кстати, сейчас нам дали очень хороший размах, так как у нас нет ограничения на породы. Главное, чтобы лошадь была третьего поколения. А этих лошадей сейчас у нас очень-очень много. Напоминаю, что самой первой лошадкой третьего поколения является Канемара. А последней лошадью второго поколения Ганновер. Так что выбор у нас, по сути, очень большой. Но осталось смотреться в глаза поглубже этому персонажу и узнать, какие же лошади ей могут подходить. Честно, изначально я вообще не знала, кого ей покупать. Вообще никаких идей и мыслей, какого-то вау-эффекта я тоже не испытывала. Поэтому пришлось отправиться в некое путешествие. И первая точка нашего путешествия это форт Пинта, в котором сейчас стоят все хаффлингеры. И неожиданно для себя я открыла, что в принципе ей подходят хаффлингеры. Жалко только, что у них нету короткой стрижки. Я поставила некоторые масти, которые, по моему мнению, ей больше всего подходят. И мне кажется, кстати, что возможно одного из них мы как раз-таки и купим. Ну, конечно же, в конце этого видео сейчас мы больше как бы на рассмотрении и ищем породы. Так, вот эта масть, это у нас самая первая масть среди всех хаффлингеров. Ну, кстати, очень даже. Нет, вообще у меня в голове есть некий образ, что этому персонажу должна подходить какая-то высокая лошадь. Там, с корышечкой или, я не знаю, ну что-то такое спортивное, наверное. Но при этом у нее есть голландец, французский сель, бельгийц. И как бы те масти, которые, в принципе, ей подходят. Поэтому я не уверена, что стоит ли покупать ей еще одну породу. Но все равно, на всякий случай, мы, конечно же, съездим и к тем, и к другим. Но первое у нас на рассмотрение, это вот этот хафф. Мне нравится, как они смотрятся, как они сочетаются. Несмотря на то, что это полная противоположность моим мыслям. Это очень маленькая лошадка. Вот такой вот у нее красивый шаг. Прыгучая рысь. Манежный. Голоб. И карьер. Кстати, очень классный. Такой прям динамичный-динамичный. И никаких специальных эмоций у этой лошади нет. Ну, кстати, да. А может, все-таки тебе сделать родную прочёску? Это у нас есть гиперлохматые. Вот такие вот с плетением. И просто стандартная стрижка. Ну, нет, что-то не тонет. Все-таки вот с ней... Все-таки с сочетанием с персонажем мне больше нравится, как хаффы выглядят с шишками. Так, ладно. Неожиданно, но приятно. Продолжаем поиски еще нескольких пород. Друзья, я забыла, что сейчас идет конные фестивали. Здесь есть еще лошади. Как я могла, как можно было вообще об этом забыть. Поэтому давайте еще побегаем, посмотрим. Здесь. Среди этих двух арабов мне больше всего нравится рыжий, но он у нее уже есть. Вообще, кстати, я не обратила внимания. А она, похоже... Да. Да, она скупила тех лошадей, которые здесь есть на этой ярмарке. Видимо, абсолютно всех. Так, андалуза я помню. И неужели вот этого араба она тоже себе купила? Да. Обломали мою идею. Здесь все лошади куплены. А у нас же есть новые лошади конного фестиваля. Точнее, фестиваля конного спорта. Поэтому давайте отправимся на конюшню. Юрвика, как я могла забыть, что сейчас идет этот ивент. И там есть масти, которые, возможно, многие еще не купили. Вот это я, конечно, да, это я забыла. Настолько я привыкла к базовым коням ССО, что вообще вылетела из головы. Так, здравствуйте. Что-то я не помню у вас никого у нее на конюшне. Давайте посмотрим. Да, у нее нет ни одного голландца. И у нее нету этого лепецана. Ха. Ну нет. Вот что-то все-таки нет. Давайте на всякий случай я еще проверю время суток. Сделаем вот полный день. Ну что-то... Ну вот как-то что-то, но не то. Я не знаю почему. Если корышечку тебе сделать. Вот с одной стороны, может быть. С другой стороны, непонятно. Что такое? Как это сложно-то. Виктория, вам очень тяжело найти ту самую духовную лошадь, по моему мнению. Но зато, я думаю, когда мы найдем ту самую лошадь, эффект будет очевиден. Так, ну, не знаю. Вот что-то... То ли это у меня монитор ноутбука такой непонятный. Мне кажется, он слишком холодного оттенка. Или он потеплее? Не знаю. Надо, мне кажется, посмотреть еще и подумать. Но в принципе, я его давайте тоже добавляю в список на сравнение. То есть, точнее, в список выборочных пород на покупку. Так, давайте еще проверим здесь. Может быть, кто-то из этих лепецанов меня осенит. Ха. А ну-ка, подождите. А ну-ка, постойте. Красавчик, а ты у нее есть? А тебя-то у нее нету. Ну, кстати, ладно. Нет, я тебя выбираю в список лошадей. Ой, какой ты хорошенький-то. Я не знаю. У меня есть какая-нибудь еще кофта в рюкзаке? Ну, давайте вот чисто переоденемся. Просто посмотреть, как смотрится. Кстати, ладно, ладно, ладно. Так, дружочек, ты все. Я хотела сказать, ты едешь с нами? Нет. Ты добавляешься в список лошадей на выбор. Итого получается хафлингер и самый первый по масти. И вот этот вот коричневатый лип. Из породы фрисская мне никто не нравится по масти к этому персонажу. Так, отправляемся дальше на поиски еще более глубокие, еще более древние для поиска лошадок. Просто покажу, чтобы вы знали. Я доехала до Фергрув, до Танисийцев. Посмотрела масти и поняла, что нет, 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 не то. Совершенно все не то. Что же такое? Где ты, та самая лошадь? Ау, найдись! Следующая остановка наших поисков это конюшня золотого листа. Так, и вот здесь у нас кто бы мог подойти. Ого, сколько бельгийцев, как их много. Надеюсь, когда-нибудь столько вариаций мастей будет абсолютно у каждой породы. Так, жалко, удалили Ол-Ина, он бы ей точно подошел. Он очень похож, конечно, на вот эту масть, но все-таки не то. Так, давайте добавим вот этого бельгийца и рыжего бельгийца. Я еще подумала в какой-то момент над Тракениным. Но все-таки лошадки довольно старые и не каждому, к сожалению, могут подойти. Да и мастей тут не так много, всего лишь шесть мастей. Грустненько. Так, слишком много гнидых. Давайте рыжего поставим. Ну нет, поднимите, пожалуйста. Нет, ну, кстати, вот этот гнидой ей подходит, но не на сегодняшнюю покупку. Но по факту, кстати, прям очень-очень мило смотрится. Так, ну что ж, ты. Ну, не знаю. Нет, мне не нравится. А рыженький? И рыженький тоже подходит. А рыжего у нее нету? Нету. И этого нету. Нет. Что-то все-таки не то. Вот что-то все-таки не то. Так, ну, я, если честно, уже не помню, где еще могут быть лошади, которые меня интересуют, которые меня могут заинтересовать. Потому что здесь у нас, насколько я помню, ярмарка и першироны. Здесь у нас андалузы, лузитаны и голландцы с французским селем. Ну, может, ахалтикинцы? А вот, кстати, да, надо еще сгонять, посмотреть ахалтикинца. Так, вот мы и доехали до Нью-Хилкарста. Здесь еще стоят марвары. И вот, кстати, марвары у нее есть, по-моему, несколько. Или один. Нет, у нее один марвары, по-моему, вороной. Да, вот этот у нее есть. Но здесь есть еще масти. И вот среди них давайте посмотрим, кто может подойти. Ну, давайте еще вот этого поставим, светло-серого. Ну, нет, светло-серый однозначно нет. Ну, кстати, ну, они с голландцем одинаковые, масти нет. Мне кажется, это будет просто, ну, слишком неинтересно. И вот этот. Ну, вот мне всегда его пятно не нравилось. В остальном, кстати, может быть, я бы его и купила. Но из-за вот этой очень странной отметины на моське... Нет, брать не буду. Так, давайте посмотрим теперь Ахалтикинца. Из Ахалтикинцев... Я не помню, есть ли у нее какая-либо масть данной породы. Давайте посмотрим. Из Абеллового нету. Этих тоже нету. Нежно-розовый. У нее нету ни одного Ахалтикинца. Ого, это просто редкость. Обычно вот какие-нибудь из этих лошадок хотя бы одна. Да, есть. Так, давайте тогда поставим три масти. Жалко, они вплотную не стоят. Так, сядем. Немножечко отодвинем нашего голландца. Ой, ну прям дайте, дайте мне посмотреть. В этом видео очень много, скажем так, просмотров лошадей. Но вот не всегда получается все легко и сразу с первого раза. Так, ну кстати, ну ты тоже такой Изабеловый даже. Ты больше как Изабелово-розовый. Ну, кстати, может быть. Вот эти все, по-моему, три Ахалтикинца тоже подходят. Хм. Хм-хм-хм. А вот ты, кстати, очень красивый. Я думаю, ты знаешь об этом. Очень хорошо смотришься. Что у тебя по стрижкам? Стрижки здесь, конечно, абсолютно все старенькие. Очень старенькие. Только шишки, по-моему, обновленные. А так ничего такого особенного. И ни о каких уж корешках и ракезах речи даже и нет. Что очень-очень грустно, очень-очень печально. Но, кстати, очень симпатично. Ей подходят абсолютно все Ахалтикинцы. Но все равно чего-то не хватает. Так, пожалуй, это была последняя моя остановка. Хочу сказать, что на этом мы больше лошадей смотреть не будем. У нас в итоге оказались в списках на рассмотрение. Это Хафлингер и Лепицыан. И вот сейчас будет самое сложное. Мне придется еще пару раз скататься туда-сюда. До Конового фестиваля и Форт Пинта. Чтобы решить, кого же все-таки мы берем. Вот он прям вот, ну, подходит ей. Очень хорошо смотрится. Мне немножко смущает, что, конечно, Хафлингер низкий. И я хотела вроде бы что-то повыше для нее. Но вот в нем что-то есть. Что-то прям, что-то... Ну, прям такое. Прям возьми меня. Забери меня с собой. Ну, давайте еще раз посмотрим на его анимацию. Так, шаг. Рысь. Анимации у него симпатичные. Абсолютно все симпатичные. Абсолютно всем мне нравятся. Хотя, ну, пожалуй, рейс только очень прыгучая. Ну, прям вот сложно. Очень сложно. Прям... Он такой милый. Он такой классный. Так. Хорошо. Мы его посмотрели. Пощупали. Вот и будем. Какие вы няшные, ребята. Прям. Вас сложно не купить. Особенно, когда вы так строите нам глазки. Теперь возвращаемся в конюшню Юрика. Так, ну, где ты тут, мой красавец? Вот ты где. Да, ребята. Я, кажется, решила, кого мы сегодня покупаем. Просто посмотрите на него. Он такой красивый. И они так хорошо сочетаются. И дело не в цвете вот этого комплекта. А просто что-то есть. Что-то их объединяет. Наверное, сила Айден. Шаг. Рысь. Манежный. Голоб. Карьер. И две спецанимации. Одна на шифте, одна на пробеле. Ну, господи, какой же ты красивый. Я не могу. У нее есть вороной, по-моему. Так, давайте вообще проверим. Нету, 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 нету. Нету, нету. Да, у нее только вороной и лепецан. Ну, кстати. Да, он ей тоже очень сильно подходит. Но вот этот прямо сейчас у меня... Вот то самое... Ах, как вызывает у меня эмоции. Да, все. Да, 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 все. Вообще не обсуждается. Ребята, к сожалению или к счастью, Хафлингер проиграл вот этому барочному красавцу. О, да, боже мой, какой ты хороший. Да не могу. Какой ты классный. Так, ну, я пучок этот делать не люблю. Тут либо корешечка, либо шишечки. Все остальное я вообще редко делаю у лепецанов. Так, ну, косички тоже есть, длинная грива. Давайте посмотрим. Корешку мы уже смотрели. Может быть, я тебе сделать шишечки? Нет, хочу корешку. Вот почему-то с корешкой прям вот эффект. Тот самый эффект. Да. Да, 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 да. Ой, ребята, я прям... Ой, да, все, наконец-то. Наконец-то мы нашли того самого. Точнее, ту самую лошадь. И... Ой, что это у нас лошадь так высоко в воздухе висит? Я не помню, я не смотрела, к сожалению, кто у нее первый лепеца, но это будет у нас мальчик. Да. Так. Ну что ж, давайте же покупать. Ой, я так рада, что мы нашли ей ту самую лошадку. 969 старкойнцев по... Хотела сказать, по ощущениям. С учетом, вернее, стоимости прически. Персонализируем. Взрослый. Жеребец. И так, вот сейчас надо хорошенько подумать над именем. Так, ну что ж, посидев немного, но при этом очень хорошо так помучив свой переводчик, этот красавчик получил свое шикарное имя. Да, вот такой-то весь красивый. И это будет Baldur Torch. Что в переводе означает смелый факел. Если не ошибаюсь. Да, смелый факел. Так что, мне кажется, ему это очень подходит. И у меня ощущение, что он как раз-таки весь такой из себя уверенный, смелый. Может быть, даже слегка как будто бы героический. И, самое главное, верный. Он очень, боже мой, красивый. Очень красивый конь. Иногда начинаю жалеть, что не купила его на один из доп. аккаунтов. Но ничего, все будет впереди. Так что, ой, покупаем. Покупаем этого красавца. Лепецан, третьего поколения, взрослый, жребец, Baldur Torch. Боже мой, смелый факел. Как ему это подходит. 969 СК. И нажимаем. Покупаем. Да, вот он. Вот он, тот самый. Тот самый. Ой, я не могу. Ой, какой ты классный. Боже мой. Отправить на конюшню. А-а-а. Божечки. Я очень рада. Я очень-очень рада. Хотя, изначально вообще не думала о том, что данному аккаунту может подойти именно этот лепецан. Божечки. Прям очень-очень рада. Срочно возвращаемся на конюшню. Просто бегом, снося крышу. И идем смотреть нашего, точнее, нового коня Виктории. Виктория, я вас поздравляю от всей души. Но сейчас моей радости не будет предела. Так, тут свободных. И тут были свободные доники. Вот он, вот он. Baldur Torch. Смелый факел. Здравствуй. Ой, какой ты хороший. Так, нет. Я очень хочу его погладить. Прям очень-очень сильно. Уход, конечно, за хозяйкой. Но погладить... Ой, мой. Все. У меня передаст милоты, мимишности и просто шикарности. Ооо, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это оно. Посмотрите, как они шикарно смотрятся. Сейчас еще и одежду с амуницией посмотрим. Прям мне нравится. Я с собой довольна. Так, ныряем в шкаф и переодеваемся. Ну что, мы готовы. И мне даже завидно. Мне даже завидно, как шикарно получилось. Как классно они смотрятся. Так что, ой, какие красивые. А теперь пора выйти, наверное, на манеж или на плац. И посмотреть на этих красавцев уже в работе. Вот мы и приехали в кодный манеж клуба. И давайте посмотрим на эту парочку. Мне очень-очень, даже безумно нравится, как они смотрятся. Правда, хотелось бы на гавки более шоколадные. Я в потьмах конюшни не разглядела, что они отличаются. Давайте же посмотрим. Вот так вот мы рассим. О, боже. Ну, действительно, получился очень классный сет. И он так хорошо сочетается именно с этой мастью. Божечки, прям. Мне очень-очень нравится. Манежный. Ой, я прям не могу. Я считаю, Болдер Торчи и Виктория идеальная пара для работы, для прогулок, для выездки, для всего. Во. И голоб. Манежный у нас есть. Голоб есть. Карьер нам пока что недоступен. Но я прям... Я счастлива. Я очень счастлива. Я так переживала, что не смогу найти этому персонажу ту самую лошадь. Не знаю почему. Какой-то ступор был. По породам, по мастям. Но в итоге они нашли друг друга. Мы нашли его. Привели к ней в конюшню. И они встретились. Я очень счастлива за них. Еще раз поздравляю Викторию и хозяйку аккаунта. Надеюсь, у них будет все очень хорошо. Много тренировок. Много работы. И просто приятных прогулок. Приятного времени при пророждении. Вместе с этим у Липецана. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их. А также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok